Как вывести регион на новый уровень социально-экономического развития? Об этом сегодня мы говорим с генеральным директором фонда развития Краснодарского края Ильей Шакаловым. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с общих положений. Чем занимается фонд, какие конкретные шаги он делает и как на практике получается выводить регион на новый уровень? У фонда довольно-таки амбициозные задачи и об этих задачах говорит сейчас и президент страны, и премьер-министр, и губернатор. Это вывод на новый социально-экономический уровень. Задачи это направление экономики, образования, сферы туризма, международной деятельности, организации бизнес-миссии и очень много чего. Сам фонд был образован в конце 2017 года и за два года мы провели ряд успешных, больших мероприятий. Конечно, сейчас мы говорим о том, что именно нефинансовые институты поддержки все больше завоевывают доверие и малое и среднее предпринимательство, и просто людей, которые активно участвуют в экономике региона, которые вкладывают свой опыт и силы, ну и, конечно же, финансовые средства в развитие как муниципального образования, как города, района, так и региона в целом. Можно говорить о том, что за два года было проведено ряд больших, значимых, социально-экономических, важных для региона мероприятий. Это всевозможные форумы, конференции, различные круглые столы, где участвуют и органы власти, и бизнес, и эксперты, это как экологи, так и эксперты в области образования, бизнес-образования. А бизнес-образование в последнее время все больше набирает популярность как среди молодежи, так и среди уже действующих предпринимателей. Бизнес-образование как российского формата, так и зарубежное бизнес-образование все больше доверяет нашим молодым предпринимателям. Давайте обозначим эти важные события и мероприятия, которые проходили в этом году. Да, в этом году можно говорить о значимых мероприятиях, как Южно-экологический форум 2019, где на площадке торгово-промышленной палаты мы собрали представителей законодательных органов власти, исполнительных. Причем приехали не только представители Краснодарского края, но и Южно-федерального округа, а также эксперты из Москвы. Задача форума стояла в том, чтобы как раз показать значимость взаимодействия, коллаборации между бизнесом, властью и экспертным сообществом в выявлении проблем экологического направления, в их анализе и решении. Можно сказать, что это был первый форум в таком формате, потому что мы рассчитывали на порядка 300 экспертов. Приехало более 500 в торгово-промышленную палату и еще больше нам свои предложения передали через онлайн приемную. Конечно, были и такие радикальные предложения, есть ряд экспертов, экологов, которые предлагают такие радикальные предложения, как убрать государственный контроль со сферы экологии, поменять какие-то нюансы в национальном проекте экологии. Но есть здравые моменты, когда те же самые экологи обозначают проблемы. Это, конечно, мусорные свалки, это проблемы рекультивации полигонов, вообще мусорных свалок в целом и создание новых технологичных предприятий мусоропереработки. Конечно, в Краснодарском крае это очень сильно актуально, так как край не только сельскохозяйственный, но и туристический. И наше Черноморское побережье ежегодно принимает до 17 миллионов отдыхающих как со стороны Российской Федерации, так и зарубежья. И, конечно, экологии руководство Краснодарского края уделяет большое внимание. Да и, конечно, каждый глава муниципалитета, будь то это район, город, особенно Черноморское побережье, просто обязан уделять этому внимание на самом высоком уровне, потому что от этого направления зависит напрямую прибыльность этого муниципалитета, как люди будут себя чувствовать, много ли поедут отдыхать и тем самым принесут свои деньги в бюджет муниципального образования. Это такой большой блок в рамках экологического просвещения. Он стал этапом следующего месяца, он проходил в апреле, а в мае мы как раз по итогам этого форума проводили бизнес-миссию в Финляндию как раз по линии мусоропереработки и экологии. И с предприятиями Краснодарского края, и не только, мы изучали как раз экологическое образование в Финляндии, меры исследования этого рынка, а также мусоропереработку в Республике Финляндия. Причем мы приезжали на предприятия, не только смотрели какие-то презентационные ролики, либо презентации, мы прям одевали защитные костюмы и ехали уже на предприятия Республики с, так скажем, экспертной оценкой, где финны нам рассказывали о том большом периоде, который прошла Республика по сфере экологии. Но они активно начали заниматься этой темой еще в 80-е годы. У нас в 90-е годах страна переживала определенные кризисы, и только вот недавно регион и страна в целом начала активно заниматься темой экологии, мусоропереработкой, сортировкой, исследованием этой темы. И как раз вот за последние несколько лет Краснодарский край уверенно идет впереди по исследованию этой проблемы. Да, действительно есть определенные проблемы, они локально вспыхивают то в одном муниципалитете, то в другом. Есть определенные пробуксовки в работе региональных операторов. Но это рабочий момент, когда органы власти находят определенные нюансы в урегулировании тех или иных моментов и встраивают уже действующие предприятия в рамках национального проекта «Экология». И мы после нашей бизнес-миссии получили ряд предложений по инвестированию, по строительству мусороперерабатывающих заводов. Сейчас эти предложения анализируются органами власти региона для дальнейшей апробации. Очень важно, и об этом говорит и губернатор, и руководство региона в целом, по активизации населения как раз в этой экологическом формате, по строительству уже инновационных технологий, по определенным европейским стандартам качества и защиты и безопасности предприятий. Это касается как защиты и самих предприятий, то есть основы труда, так и использования высокотехнологичных способов модернизации. И как раз в Краснодарском крае у нас открываются технопарки, которые используют эту методику уже бережливого производства. Об этом многие говорят, но на Кубани как раз те крупные предприятия, это и торговые центры, и ряд других как раз внедряют. Ну и, конечно, недавно прошел международный образовательно-туристический форум «Локация.юг». Такое название мы выбрали впервые, это своеобразный бренд Краснодарского края, когда под единой площадкой мы объединяем различных экспертов этих отраслей. Это и вузы, специальные учреждения, это образовательные центры как государственного формата, так и частного, которые исследуют вопросы туризма и продвигают те или иные предложения, как раз которые и будут иметь определенное влияние в реализации на Черноморском побережье. И в свете этого мы не только пригласили органы законодательной власти, от представителей наших избирателей в Государственной Думе, депутатов регионального парламента, местного, так и, конечно, органы власти. И в этом формате мы первый раз попробовали более плотное взаимодействие с посольствами и консульствами зарубежных стран по вопросам как раз и экологии, и туризма в целом. И откликнулись довольно успешно те консульства, которые представлены у нас на территории Южно-Федерального округа в Краснодарском крае. Это и Генеральное консульство Кипра, Генеральное консульство Греции и другие консульства, как раз которые и стремятся к взаимодействию с Краснодарским краем. Локация.ю как раз тот формат, который призван к привлечению инвестиций как со стороны Краснодарского края, так и тех зарубежных стран, которые участвуют в новом формате. А в этом форуме участвовали как раз для нас страны, которые были в новинку. Приехал вице-президент Международного образовательного центра Education First из Мальты. Он сам мальтиец, он занимается и бизнес-образованием, и продвижением новых маркетинговых условий в современной действительности. То есть это молодой человек, который занимается и бизнесом, и продвижением образования в рамках всего мира. У них Международный образовательный центр, более 100 стран в присутствии. То есть это достаточно серьезная организация, которой можно прислушиваться и использовать их опыт. Также у нас были представители и с других стран, это и Америка, и Китай, и Австралия. Те люди, которые занимаются как раз сферой экологии, туризма, использованием новых маркетинговых вопросов для продвижения тех или иных продуктов. А не секрет губернатор Евгений Иванович Кондратьев говорит о необходимости продвижения кубанских курортов не только в рамках Российской Федерации, но и за рубежом. Естественно, курорт Сочи уже далеко известен за пределами Российской Федерации. Ну а есть те города, которые не менее комфортны для отдыха, но менее, так скажем, раскручены. И их сервис еще пока в некоторых моментах не доходит до европейских стандартов. Конечно, мы говорим здесь о крупных городах, такие как Геленджик, Анапа и другие. И как раз главы этих муниципальных образований заинтересованы в комплексном продвижении, в маркетинговом продвижении их брендов. То есть, как мы понимаем, Геленджик – это не только же прибережная полоса, море, пляж, но это комплекс сферы услуг, где расположены не только гостиницы, чтобы можно было заняться пляжным отдыхом, но и для активного отдыха, какие-то здравницы. То есть, это целый комплекс сферы услуг, которые могут не только просто обогатить человека яркими впечатлениями от солнца, от пляжа, но и зарядить здоровьем. Особенно такие небольшие города, как, допустим, Горячий Ключ, имеют серьезное оснащение по здравоохранению, когда в относительно небольших отелях, здравницах работают именитые главные врачи, вообще медицинский персонал. И все это отражается, естественно, на бюджете муниципального образования. И вот интересный формат взаимодействия бизнеса, власти, экспертов и современных образовательных программ, которые используют новые методики в продвижении тех или иных услуг, они как раз и отражаются в развитии того муниципалитета. Но, естественно, в рамках муниципалитета развивается и Краснодарский край в целом. Тем более, Краснодарский край является драйвером Южно-федерального округа. Мы всегда соперничаем с Ростовской областью. Но по многим показателям мы идем впереди. Это заслуга всей команды, руководства и региона, и муниципальных образований, депутатского корпуса. Потому что в нашем крае есть определенные механизмы поддержки предприятий, которые сейчас используются довольно-таки активно. Ну вот, это прежде всего грантовая поддержка, это различные микрофинансирования, но не то микрофинансирование, которое мы слышим с экранов телевидения, где огромные проценты, где кабала и проблемы. Этот институт поддержки микрофинансирования и как раз именно разработан администрацией региона, которая поддерживается федеральным центром, банком МСП. И разработаны специальные программы, где предприниматель может воспользоваться мерой господдержки фактически от 1%. Такой формат поддержки не предусмотрен ни в одном коммерческом банке, но, естественно, и в государственном. А здесь Краснодарский край предлагает в рамках своих программ, допустим, это фермеры, где могут они взять под 1% средства для оборота, для продвижения. Есть ряд таких важных проектов, когда молодой человек только загорелся идеей стать предпринимателем, он имеет определенную такую виртуальную идею, но к этому он относится очень серьезно и заражает этим, в хорошем смысле слова, всех остальных вокруг. И фактически формируется небольшое предприятие. Вот для того, чтобы ему стартануть, уверенно держаться, по крайней мере, в начале на ногах, иметь какой-то стартовый капитал, предусмотрена мера господдержки, как стартап, где до 300 тысяч рублей молодой предприниматель может получить эти деньги и начать свой бизнес. Естественно, если человек откроет ИП свое, как индивидуальный предприниматель, он уже себя организует, создает, по крайней мере, для себя рабочее место, но в случае меры господдержки и получения какой-то базовой помощи, он вокруг себя еще может создать несколько работающих мест. То есть это довольно-таки важный драйвер для поддержки. Конечно, мы говорим о мерах льготного финансирования гораздо значимее. То есть сейчас до 5 миллионов можно выбрать одну из мер поддержки и процентной ставки от 3,5 до 7,5, когда предприятие получает существенные денежные средства для оборотных средств, для развития предприятия, для поддержания баланса и закупки нового оборудования. Естественно, в других регионах мы видим по анализу, такие меры господдержки в таком объеме не практикуются. Тем более наш фонд развития бизнеса, фонд развития промышленности, они докапитализированы в этом году до полутора миллиардов рублей. Это серьезные деньги, когда предприятия могут воспользоваться финансовыми ресурсами и существенно получить поддержку в развитии предприятий. Но мы говорим не только о финансовой поддержке. И в последнее время как раз руководство страны и крупных государственных институтов говорят о развитии как раз негосударственного вопроса взаимодействия, негосударственного и нефинансового сектора поддержки. Это и консультативная помощь, так скажем, консалтинговые услуги по продвижению, по анализу рынка, по маркетинговым исследованиям. И, конечно, когда уже предприятие работает, оно уже довольно-таки нормально себя чувствует и уже смотрит далеко за пределы, за границы своего региона, может быть, и страны для экспорта. И как раз вот эти бизнес-миссии, которые проводятся в Краснодарском крае, которые ориентированы как раз на позиционирование Краснодарского края как бренда, сделаны на Кубани по всему миру. Это, прежде всего, качество продукции, это упаковка соответствующая, которая используется и современные экологические краски, и бумага. И когда все это в Сибиозе определяет как раз бренд Краснодарского края за рубежом, бизнес-миссии помогают в продвижении тех или иных товаров или услуг. Но мы говорим еще и не о финансовой поддержке, когда предприниматель может получить субсидию на, допустим, создание сайта. Многие не знают, когда открывают индивидуальное предприятие свое, он фактически один, руководитель в одном лице, исполнитель и руководитель. И, конечно, для продвижения его товара либо услуги, как правило, необходим сайт, это страница в интернете. И как раз здесь государство в лице руководства администрации края предлагает предприятию воспользоваться грантом. И за счет субсидии Центра поддержки предпринимательства он обращается с заявлением. Мы хотим предприятие открыть, получить либо маркетинговые исследования, либо сайт. И государство на софинансирование, то есть фактически бесплатно, человеку предоставляет возможность лендинга, то есть базовой страничке, для того, чтобы он мог заявить о себе и продвинуть те или иные свои товары или услуги, которые он производит, и уже войти в рабочий ритм для продвижения своих интересов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова